приветствую вас на нашем канале Адольф Юрьев и наша команда приветствует вас и так ребята возвращаемся как ранее говорили вот пилочку нашел кстати искал так как ранее говорили это получается коробка нард нарды которые имеют в себе систему прежде всего выставки год и два то есть есть заказ получается прямой значит вот такая она вот коробка нард так чисто теорию Леоника коснемся коробка нард прежде всего в себе несет как правило когда делают заготовки это характер чего сразу распустили на две половины как показывает практика это не совсем практичный момент почему потому что дерево само по своей сути имеет моменты это со временем усыхается со временем в любом случае остается все равно в древесине влажность изменение температурных условий даже ввиду того когда она и под лаками и прочее что происходит происходит деформация происходит искажение возможные допуски разрывов и прочее по этой причине на определенный период времени ваша заготовка предварительно что должна делаться это помещаться в отстойник в отстойнике она соответственно ходит слабые места соответственно показывает что вам необходимо исправлять в данном случае получается коробка данная выставилась она несла в себе получается вот таких четыре угловых пропила именно четыре пропила позволили прежде всего заготовки это дышать так соответственно исходя из того что не каждый человек большому счету имеет это станки не каждый имеет мастерские не каждый имеет выходы прежде всего это на столярные цеха и прочее то есть допустим если попалась такая заготовка но думаю что многие кто допустим увлекается и прочее элементарные лобзики имеют в данном случае значит пилочку подобрали получается вот такого характера как увидеть по зубу развода нет очень сильного то есть допустим как допустим приводится многие пилочки и прочее это очень сильный разворот зубца здесь получается найдет ровненько зуб чуть 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 раздвинут именно очень важный момент это прежде всего чтобы правильно подбор пилочек но самое такое немного людей которые разбираются в этих моментах прежде всего то есть подбирайте себе пилочки посредством чего посредством этого конкретного тестирования сами для себя и пробования значит кроконард вот она есть соответственно мы определили центр есть он определенный сейчас данном случае значимые для себя стационарно установили взяли лобзик проверил работает на своем лобзике я удаляю направляющие почему потому что мне неудобно не видеть значит помещаете поместили то есть свободно получается мы фактически прошли ровную линию и есть или иные отклонения но не стоит переживать по этим моментам сейчас по сути давайте здесь буквально чуть-чуть осталось вот здесь совсем немного давайте сейчас это значит получается вот смотрите распустили мы коробку все вот она распущена а теперь давайте как говорится вкратце разберем моменты что же получается мы получили основной момент да мы распустили хорошо мы получили то есть и результат то есть разделили две половины а теперь возвращаемся к моменту точку не говорю вы стреки год и два именно теперь смотрите что мы имеем значит смотрите что получается смотрите опа а а теперь вывод но вывод какой реально если бы сразу бы эта короткая коробка нарт бы сделалась соответственно через некоторое время из-за изменения температурных условий и прочее что получается себе внесло бы готовые изделия именно данное именно данное в принципе в принципе вот этот момент и раскрывает момент прежде всего это первый фактор это насколько было сухой лес раз но я просто проверял влагометром я знаю что был сухой главный момент получается столяра столяра то есть ну с филон или что тут лукает потому что здесь зажали хорошо здесь то есть клеевый момент и прочее то есть использовали плохо идем дальше вот она слабость дальше дальше такая же история но если исходить из положения какие у нас углы смотрите два угла сохраненных а именно здесь и здесь именно два вот этих угла вот в этих местах получается следовательно если бы коробка получается была бы готовая следовательно здесь удерживал бы навес и здесь навес здесь одна вторая защелка вот эти места бы вот эти именно вот эти две части то есть производила бы 10 то есть происходил бы вот такое вот положением на поднимание то есть отделение вернее говоря борта от полотна именно и самое печальное другое что именно владелец который получил бы данную данное изделие коробку нарт на столкнулся с моментом того чтобы подарил бомбу-то либо заплатил к говорится вот как мы смотрим очень часто да в интернете покупается там коробка нарт к примеру классно и прочее человек заплатил очень много денег чем он сталкивается он сталкивается что через некоторое время коробку либо повело либо еще что-то но как правило потребителя то есть заказчика уверяет да нет смотрите все там офигенно все обалденно все как говорится выдержано все правильно и прочее но вот это по большому счету мы вскрыли реальные моменты того что вообще происходит в этих вопросах почему многие знают коробка нарт ее либо разорвало коробка нарт и и либо покрутила либо еще что-то в принципе сейчас то что мы показали мы вскрыли просто скажем так своеобразный такой чиряк именно здесь коробка проявилась как вы видите хорошо удержана дальше хорошо удержана по системе полотна полотно разрывов ничего не имеет точно так же не имеет точно так же можно по анализировать над положением то есть 90 градусов запил то есть необходимо более целесообразно здесь применять систему именно ласточкиного хвоста либо систему именно зажима либо использовать принцип именно микрошипа который про удержание но тоже микрошип имеет определенные проблемы потому что рассыхаемость тоже происходит лес клей неправильность не сильно до зажата и прочее в принципе ребята вот такой вот реальный момент показали что дальше человек делать с тем что у него образовываете положение соответственно эти дефекты он устраняет посредством это ведение лицом того клея которым он пользуется соответственно соответственно что зажатие струбцинами что с этой части точно так же ведение клей сюда и что стартовых положения то есть соответственно все это сжимается сдвигается когда есть вот эти все неровности сразу человек может без сомненно и печалится печалится не надо сразу думайте над тем как кустарных условиях без отсутствия всего это можно исправить исправить путем подрезания стамеса говорю сразу это непрактично нереально путем подгонки путем подгонки какого характера а именно как правило вообще используют это фрезерный станок это шлифовальный круг коробка нарт она фактически укладывается на станину и начинается притираться вот таким образом здесь вращается наждачный круг и вы притираете по всей окружности таким образом вы выравниваете в данном случае ввиду того что мы помешаны именно на моменте скажем так что по большому счету то есть ручной порядок работы можно это все упростить и прочее но как мы вам показывали на видео положениях у вас идет получается доска именно с наклеенной наждачкой укладывается коробка только в данном случае наша доска имеет себе не ту ширину которой коробку нарт потому что здесь у нас увеличено 0.37 соответственно вы берете что притираете именно таким образом вы притираете именно вот таким образом получается выходит положение чего именно выравнивание вот этих всех неровностей так что ребята в принципе считая что такой фактический момент мы вам показали в принципе скрыли тот момент скрыли тот момент дорогих тех же изделий которые так или иначе а также недорогих даже простых почему древесина приходит именно к данному почему необходимо те или иные изделия как правило не 99.9 а именно сто процентов вложить в отстойник любые фактически любые заготовки будь то даже доска которая имеет себе систему деформации и прочее то есть так что считая как говорится что это полезно считая что для себя как говорится какой-то виток определенного чего-то свежего вы как говорится для тех кто не знал узнаете ну примерно так все с наилучшими пожеланиями адольф юрьев и наша команда смотрите наш канал дальше будет интересные видео уроки и прочее трансляции прямые 26 числа этого месяца соответственно выставка в киеве приглашаем всех желающих познакомиться из компании стрей и с нашей командой адольф юрьевым частности познакомиться в чем-то развиваться где-то обменяться опытом что-то наработать вместе сообща все всем пока пока подписывайтесь